Доктор, меня беспокоит общая слабость, головокружение, меня как будто бы пошатывает, снижение трудоспособности и снижение давления. Говорит мне мужчина, которому 65 лет, который перенес в 2022 году протезирование артального клапана механическим протезом. Также этот мужчина имеет ишемическую болезнь сердца, кроме этого есть гипертония, но она контролируемая, то есть давление под контролем, давление 135 на 80, но более-менее. Кроме этого, у мужчины есть незначительное нарушение ритма сердца, экстрасистолия и был однажды пароксизм фибрилляции предсердий, даже не во время, а после операции, после протезирования артального клапана. Это часто бывает, возникают пароксизмы фибрилляции предсердий. И вроде бы как все было хорошо, наблюдался у нас после операции, операция, напомню, по замене клапана была в 2022 году, в сентябре 2022 года. Сейчас он у нас наблюдается, ежегодно приходит и вроде бы как было до последнего периода все хорошо, но в последние три месяца вот какая-то вот такая слабость головокружения. Мужчина работает, работает адвокатом и это, конечно же, помешает его трудовой деятельности. Поэтому стали разбираться, в чем же причина. И всегда, когда я говорю, если вы идете к кардиологу, конечно же, необходимо сдавать анализы крови. Это обязательно, это кроме кардиограммы общий анализ крови. Слабость может быть связана и с аритмией, которая у него ранее выявлялась, ну и с заболеванием сердца. Слабость это вообще такое неспецифическое, это такая неспецифическая жалоба, которая характерна для многих заболеваний. И для ОРЗ, ОРВИ, сейчас у нас период ОРЗ, ОРВИ, простудных заболеваний. И для гипертонии, и для анемии, и для аритмии это состояние характерно. И для гипотириоза, и для иммунодефицитных состояний. Вот слабость это неспецифическая жалоба. Но вот головокружение, здесь уже вопрос, тоже не совсем специфическая жалоба. Чаще бывает при атеросклерозе сосудов головного мозга, бывает головокружение. При, опять же, низком давлении, либо при слишком высоком давлении. Ну, когда ко мне приходит пациент с жалобами на слабость головокружения, шатает, снижается толерантность, то есть устойчивость к физическим нагрузкам. Я, как врач, подозреваю прежде всего анемию. Тем более, данный пациент принимает варфарин. После протезирования ортального клапана пациент на варфарине идет. Кроме этого, он, конечно же, принимает спириндоприл 10 мг от давления, спиринолоктон 25 мг для профилактики прогрессирования сердечной недостаточности, бисапрололпульс, урежающую терапию, амиадарон для профилактики пароксизма, фибрилляции предсердий, нарваск, это амлодипин для коррекции гипертонии и аторвастатин, конечно же. И вот здесь, что самое опасное, что может привести к анемии, это варфарин. И мы подозреваем у данного мужчины анемию. И это мы и видим в анализах крови. Общий анализ крови показывает нам гемоглобин 81 г на литр, а должен быть 130 г на литр и более. Где-то 130-140, хороший диапазон. Кроме этого, у мужчины есть сопутствующие заболевания, хронический гастрит. И, конечно же, ввиду приема варфарина мог обостриться данный гастрит. Может быть, возникло какое-то скрытое желудочно-кишечное кровотечение. И это кровотечение мы можем доказать по калу на скрытую кровь. Либо иногда мы назначаем ФГДС, иногда колоноскопию. Но это уже более в таких поздних стадиях. А сначала мы начинаем с самого элементарного. Это анализы крови, калу на скрытую кровь. Итак, мы нашли причину слабости головокружения, повышенной утомляемости, снижения толерантности к физической нагрузке. Все это было связано с анемией на фоне приема варфарина. Отменяем ли мы варфарин? Нет, мы не отменяем варфарин. Мы корректируем анемию. То есть назначаем препараты железа дополнительно к варфаринам. Да, конечно, если у мужчины появится жизнеугрожающее крупное кровотечение, а сюда относятся геморрагический инсульт, явное желудочно-кишечное кровотечение, рвота с кровью, носовые кровотечения, которые не оккупируются никак ни тампонадой сердца, ничем, то здесь, конечно, временно мы отменим варфарин. Но пока на приеме на очном у мужчины не было явного кровотечения. В кале он тоже не отмечал никаких прожилок крови, ничего. Соответственно, лечение будет каким? Назначение препарата железа в лечебной дозе 200 мг на ночь на протяжении минимум 30 дней, а возможно даже и 60 дней. Иногда до 3 месяцев мы назначаем препараты железа. И здесь, кстати, я не представилась, меня зовут Стоика Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Вот уже более 10 лет я занимаюсь диагностикой и лечением сердечно-судистых заболеваний. Также я веду этот канал и являюсь автором онлайн-курса по снижению давления и оздоровления. Обязательно ставьте лайк моим видео, подписывайтесь, делитесь этими видео со своими друзьями и близкими. Пусть как можно больше людей будут здоровы, потому что просматривая мои видео, вы оздоравливаетесь, становитесь здоровее, счастливее и успешнее. Итак, на чем же я остановилась? Значит, этому мужчине мы назначаем железо. Если у мужчины будет сердечное недостаточное, достаточно тяжелое, 2Б стадии, 3 стадии, 3 стадии, 3 стадии, когда возникает отек не только ног, но и отек живота, асцит, отек внутренних органов может быть. Соответственно, в такой ситуации кишечник тоже отекший, он плохо обсасывает железо в таблетках, поэтому мы железо капаем. Капаем, людям с ХСН, если венки хорошие и можно покапать железо, мы капаем препарат Феринджек, достаточно хороший, достаточно одной капсулы, если мы капаем 1000 мг, можно на дендекстрозе, на физрастворе можно покапать, один раз и через 2 месяца контроль общего анализа крови, ферритина, трансферина и железо. Кроме этого, мы не забываем, что железо, вернее, анемия может быть не только железо-дефицитная, но и фолиево-дефицитная, B12-дефицитная, поэтому если мы подозреваем анемию у человека, а мы когда подозреваем, как раз вот тогда, когда человек испытывает слабость, головокружение, повышенную отомляемость, шаткость походки, то есть в первую очередь я, как врач, подозреваю анемию, мы не только сдаем общий анализ крови, но еще дополнительно некоторые анализы, необходимо сдать железо, ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту тоже можно посмотреть. И если мы видим дефицит фолиевой кислоты, дополнительно мы назначаем фолиевую кислоту, B12, B12 назначаем, соответственно. И здесь важно затем, после того, как вы закончите лечение, но при этом вы продолжаете прием варфарина, либо же вы на клопидогреле плюс аспирин, либо же вы на тикогрелоре плюс аспирин, люди после стентирования принимают данную терапию. То есть важно данное лечение осуществлять под контролем анализов крови. То есть обязательно мы контролируем с вами общий анализ крови, мы смотрим гемоглобин, мы смотрим тромбоциты. И если вдруг выявляется анемия, важно ее полечить для того, чтобы вы жили хорошо, качественно, чтобы качество вашей жизни не страдало, чтобы ваш день был активным, насыщенным, чтобы вы и в 65 лет продолжали трудиться на благо себе, своей семьи и обществу. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч!